Всем привет! Вы смотрите Profit Show. Меня зовут Максим Ищенко. Сегодня наши гости Алексей и Максим, основатели компании Grammarly. Привет, ребята! Привет, Макс! Привет всем! Очень здорово, что я наконец вас поймал вместе. Мы сейчас объясняем, мы сейчас в Киеве, вы в Киеве не постоянно, и вот наконец двоих смог застать вместе, и я оказался в Киеве случайно в этот день. Первое, что я хотел сказать, забавно, первая компания, которую я так хорошо знаю, с украинскими фаундерами, у которых американский CEO, директор является американцем, чистокровным, где-то ходит по офису, как вы видели с утра. Расскажите сейчас в двух словах, что такое Grammarly, а потом у меня куча вопросов. Хочешь начать ты? Ну давайте, да. Grammarly, если просто, это самая лучшая в мире проверялка грамматики. То есть это веб-сервис, SaaS-сервис, в котором любой человек может купить подписку и взять любой текст, академический, профессиональный, блокпост, нажать на кнопку «Проверить», и автоматически, алгоритмически текст проверяется на более чем 150 грамматических ошибок. То есть на сегодняшний день мы с гордостью можем сказать, что это лучший в мире грамматический проверяющий, то есть гораздо более глубокий уровень проверки, чем любые из наших конкурентов, включая таких монстров, как Microsoft. Собственно, наверное, все в продукте, если в двух словах. То есть на самом деле мы начинаем с грамматики, но по большому счету наш фокус и наша большая цель это вообще весь письменный английский язык, потому что более чем миллиард человек по всему миру сегодня учат английский, и есть очень широкий диапазон, собственно, сервисов и вещей, которые можно дать людям с точки зрения письменного языка, потому что многие, практически вся конкуренция сейчас, она концентрируется вокруг разговорного языка, и в целом изучение языка общий английский. Соответственно, мы чуть ли не единственные, кто ставит перед собой цель улучшать письменный язык, и, соответственно, диапазон вещей, которые мы можем делать с письменным языком, весьма широк для этого миллиарда человек. Но я хотел бы дополнить еще, что, в принципе, мы фокусируемся не столько на изучающих английский язык, сколько на тех, кто использует английский язык. Потому что людей, активно изучающих английский язык, не так много. Люди изучают английский язык для того, чтобы поступить в университет, для того, чтобы продвинуться по работе, или для того, чтобы начать заниматься международным бизнесом. Потом, доходя до определенного уровня, они перестают его изучать, но продолжают активно использовать. И вот Грэмоль – это продукт, который фокусируется на этих людях. Люди, которым нужна помощь в обеспечении качества их языка, сравнимого с качеством человека, который пишет профессионально. То есть, соответственно, предположим, человек пишет имейл или пишет документ, который будет опубликован где-то или отправлен клиенту. Он может, у него есть выбор. Проверить документ самому, что займет у него несколько часов времени, и будет, в принципе, качество сильно варьироваться в зависимости от его навыков и его внимательности. Либо потратить в несколько раз меньше времени из Грэмоли с гораздо более уверенным уровнем качества улучшить грамматику в документе. Ну, окей. Есть еще встроенная грамматика, но я в программе не хочу пока сильно углубляться, потому что у нас программа для предпринимателей, и основная задача шоу – это история, то есть узнать, как вы, вашу историю проекта, и почему вы делали то, что вы делали, что получалось, что не получалось. Поэтому давайте пока к Грэмоли мы вернемся. Расскажите чуть назад во времени, пойдем. Грэмоли, я точно знаю, это не первый, не старт. То есть, что-то у вас было до этого. И вот об этом периоде. Что было до Грэмоли и с чего все начиналось, скажем так? Ну, Грэмоли – это наша вторая компания. Мы начали Грэмоли в 2009 году, то есть катиться немножко дальше по времени. Мы с Максимом вместе учились здесь, в Киеве, в христианском университете. Это уже было совсем... В каком университете? Безнародный христианский университет. Не слышал о таком? На самом деле, очень хорошая кузница кадров была в свое время. Да, кузница кадров. Один из первых англоязычных университетов в Украине, если не первый. Ну, наверное, первый. Наверное, первый, да. Опять же, не будем упугаться. В принципе, интересен был тем, что собрал довольно интересных людей. То есть, как мы на кого из многоклассников своих мы не посмотрим, а на курсников, все чем-то очень интересным занимаются. Ну, это было уже достаточно давно, то есть мы лет 12 как закончили его. Ну, идея первого нашего стартапа, она как раз родилась во время обучения. То есть, мы учились на английском, соответственно, писали сочинения мы тоже на английском. Это был год 2000-2001, и мы как раз, интернет, по сути, только зарождался, и мы им тоже активно пользовались. И мы, собственно, будучи студентами, увидели, что вокруг нас, там для некоторых классов, например, такие как American Writers, да, вокруг все списывают, да, просто тупо идут в интернет, берут сочинение, издают его, там, грубо говоря, преподавателю, который сам не знал что-то особо, что такое интернет, соответственно, даже не мог предположить, что можно списать, взять просто отдельное сочинение и издать его. Получали хорошие оценки за это. Вот. Мы видели это происходящее вокруг нас, и, как бы, нас как-то одновременно... Вместо того, чтобы СМИ делать тоже, да, списывать. Мы были очень честными студентами всегда. Мы посмотрели, что можно с этим сделать. То есть, по большому счету, это была такая реальная проблема, которую мы видели, то есть, и мы пытались найти решение для нее. Это было все в Киеве, да. То есть, и в году, наверное, в 2002-2003 мы начали работать над системой проверки оригинальности документов. Ну, раньше. Ну, может, чуть раньше. На плагиат, по большому счету. То есть, этого рынка практически еще не было, то есть, нигде в мире, да. То есть, это была компания в Калифорнии, которая примерно в то же время, как и мы, начала тоже работать с этой проблемой. Вот. Ну, мы сделали технологию. Мы начали пытаться ее продавать. Я и Макс. То есть, Макс, он ходил в свое время. Да, я буквально до 2002 года ходил, вот. И, в принципе, вот первый наш проект, практически все написал я. Кроме серверной части, ну, серверной, в плане, там, настройки сервера, там, сисадмин у нас был. То есть, в принципе, изначально компания состояла из трех человек. Я, Алексей и наш сисадмин. Окей. Вот. И мы столкнулись с проблемой, собственно, у нас есть хорошая технология, которая конкурентная, которая, собственно, может продаваться по всему миру, потому что проблема была реальная. То есть, у нас, как бы, были там несколько пилотных клиентов, там, в Сингапуре, в Америке. Мы столкнулись с проблемой, потому что, ну, если у тебя есть технологии, которые ты пытаешься продать, там, Гарварду, Стэнфорду, я не знаю, там, другим лучшим университетам в мире, это тяжело продавать с Украины. Вот. Соответственно, примерно в то же время мы начали думать о продолжении нашего образования, собственного. Вот. И Макс поступил в Америку, в Ванербилд, в Теннесси университет. И я двумя годами позже поступил в университет Торонто на MBA. Вот. И тогда же мы постепенно развивали эту компанию, она была в таком полусонном состоянии, потому что это было тяжело делать с Украины. Вот. И мы, соответственно, переехали в Торонто и тогда сделали нашу первую компанию. Это была компания MyDropBox.com. Это еще было до Dropbox. Вот. На самом деле мы начали развивать компанию еще в году 2002-2003, то есть начали пытаться активно продавать. Но попытки были не очень организованы, потому что, в принципе, только я был в Штатах, и я параллельно учился на MBA. И, ну, как бы, MBA это full-time, то есть это очень-очень тяжело, особенно для человека, который первый раз погрузился в эту культуру. Как бы и возраст у меня был, сколько она, 7-8 лет младше, чем средний возраст по программе. Да, студента. Поэтому приходилось тяжело работать, поэтому много времени на продаже не оставалось. Но мы уже тогда начали диалог с очень серьезными компаниями, там, тремя из первых пяти издателей книг и так далее. То есть мы поняли, что за этим что-то есть, что можно развивать этот бизнес. Как вы поняли? Пришел на почту чек на 10 тысяч от какого-то амориста? Ну, нет, вот именно момент понимания того, что есть рынок, это был не чек от университета, это была поездка на конференцию. То есть в конце, не, в самом начале 2004 года я поехал на конференцию образовательной технологии, просто посмотреть, поговорить с людьми. Англиканскую. Англиканскую, да. Вот, посмотреть, поговорить с людьми. И, в принципе, я просто начал ходить среди людей и просто рассказывать им, что мы предлагаем. И я собрал десятки карточек от людей, которые хотели это купить, это попробовать. Очень интересный момент, извиняюсь, перебью, что сейчас очень много говорят, собственно, о методологиях, там, lean, да, там, customer development. То есть и, в принципе, там, для вашей, твоей же аудитории, да, в надолго, да, то есть, в принципе, много есть ресурсов, которые могут рассказать о том, как построить consumer startup, да, то есть в B2C, по большому счету, да, как постепенно наращивать, пытаться найти своего customer, да. И сделать это достаточно недорого. Соответственно, если это B2B startup, да, то есть практически, ну, априори, что нужно искать внешние деньги, нужно развивать, как бы сразу, сразу пытаться масштабировать с первого дня. То есть мы, как бы, с самого начала нашей работы, мы никогда не брали внешних денег. То есть мы всегда bootstrapped, да, то есть мы всегда делали все за свои деньги. И вот для нас был основным, наверное, таким моментом, где мы поняли, что у нас есть рынок, это поездки на конференции, разговоры с максимальным количеством людей. То есть если ты хочешь построить B2B компанию, продавать, как бы, enterprise лицензии, то есть только поездки на максимальное количество, собственно, industry events, да, может дать тебе понять, есть ли у тебя перспектива. Потому что другие методики здесь хуже работают, другие метрики. Но это, по сути, тот же кастер-дюбал. Да, только через такие общения с непосредственными покупателями. Да, и вот буквально это показало, то есть я ехал туда с большим сомнением, я ехал туда с сомнением того, что, во-первых, вернее, как, я понимал, что это кому-то нужно, но я ехал туда с сомнением, можем ли мы это сделать. Все-таки это 2002 год, украинский, 2002, 2004 год, с самого начала 2004 года, украинских стартапов нет. То есть, в принципе, особенно которые работают на западном рынке, так вот активно, напрямую. Плюс это университеты, которые отличаются некоторым снобизмом, будем даже начать с вами венами, вот, они, как бы, там, у многих человек с акцентом вызывает подозрение. Вот, плюс мой возраст. В общем, много было факторов, которые заставили сомневаться в том, что это получится. И тут просто приходишь на конференцию и точно так же, ничем не хуже, чем, там, любой другой человек, стоящий в будке и продающий свой продукт, начинаешь просто рассказывать людям о своем продукте, и они говорят, давайте свяжемся, давайте будем пилотировать, давайте посмотрим, как оно работает для нашего университета. И моментом истины, как бы, было то, что очень серьезно заинтересовались тогда издатели книг, буквально на конференции, и мы поняли, что нужно их проработать, нужно уже работать с ними. Издатели? Издатели учебников. Они тоже, типа, авторы, ну, понятно? Не совсем. Они традиционно, как бы, учебники все достаточно хороши. Поэтому они все достаточно одинаковые. И чтобы отличиться как-то, издатели учебников, они добавляют к учебникам какой-то софтвер. Как раз тогда это только зарождалось, сейчас это делают практически все, то есть сейчас практически с любой книжкой идет, там, какой-то лицензионный код, который открывает тебе доступ к куче онлайн-сервисов. Тогда это только зарождалось, и они вот думали, что бы добавить к своим книгам. И, в принципе, что никак не проверка на плагиат, идет как бы с книгами по английскому, там, истории, по любым вещам, по которым студенты будут писать большое количество письменных работ. И после этой конференции мы поняли, что нужно делать бизнес, что нужно из этого делать. Хорошо, то есть, давай, начало 2004-го вы поняли, что что-то здесь есть, да? И у вас какие-то были там пилотные контакты, да? И что там в следующие 2-3 года? Или как бы как там развивались события? Ну, собственно, следующие 2-3 года прошли в... Не, наверное, 3, ну да, то есть 2,5 года. Мы строили бизнес, да, то есть мы... Вы учились еще? Я учился, Максим работал фулл-тайм, но это было в Торонто. То есть я пытался делать и то, и то фулл-тайм, но это сложно. Соответственно, как бы Максим был CEO компании в тот момент. Вот, и у нас, по сути, было вначале двое в Северной Америке, в Канаде. Вот, потом мы начали брать партайм продавцов там. Вот, и, собственно, ну, всегда у нас там не было больше 5-6 человек в Северной Америке. И здесь у нас, наша команда была порядка 12-15. Это у вас уже, получается, были, как бы, деньги от анижситетов, да? Да, мы образовали лицензии. То есть мы, как бы, опять же, сами научились тому, как это делать, да, потому что внешних денег мы не брали, как бы, соответственно, тяжело было масштабировать даже продажи. Вот, и продавали сами, на коленах, по большому счету. И продавали таким достаточно большим университетам, как там Норс-Вестерн университет в Чикаго, достаточно большой, там Arizona State University, это, наверное, самый большой в западной части США. У нас были такие большие клиенты. Да, ну, Алексей говорит, продавали на коленках. На самом деле мы думали, что мы продаем на коленках. Как оказалось потом, мы, в принципе, делали все то же самое, что делают все остальные компании. То есть вот это, сейчас это меньше уже распространено, мне кажется, но вот, мне кажется, у украинских компаний есть такое вот ощущение, что они делают что-то не так хорошо, как западная компания. Что-то у них не так, чего-то им не хватает, что-то им нужно выучить или какой-то секрет узнать, ничего подобного нет. То есть мы это, как бы у нас было это ощущение, наверное, года до 2007, что мы думали, что они делают что-то лучше. Ну, они даже не полноценно, но вот они что-то знают, чего не знаем мы, возможно. Особенно в области продаж. В области софтера, разработки мы как бы не сомневались, что мы на уровне. А вот в области продаж, в области работы с клиентами мы все время думали, что вот мы делаем что-то не так. Ну, потом вот произошел наш экзит, и после экзита удалось поработать в Blackboard, которая является, извини, что я запинаюсь, просто я по-русски много говорю, вот, которая является крупнейшей компанией на рынке образовательных технологий, и удалось поработать там, и посмотреть, поработать с их продавцами, с их вообще различными отделами компаний, и, в принципе, понятно было, что мы делали все правильно. То есть подожди, да, то есть вас купил Blackboard в 2007, да? Да, нас купил Blackboard в 2007. А зачем им это надо было? Неужели, ну, что там у вас такого было, чего у них не было? Технологии? Технологии. У нас была технология, плюс у нас был бренд. Он был небольшой, но он был очень, с очень хорошей репутацией. То есть наши клиенты, они нас любили, они рекомендовали нас своим друзьям, и на самом деле, наверное, половина наших продаж была просто потому, что человек, пользующийся нашим продуктом, часто не инструктор там или студент, пользующийся нашим продуктом, а админ университета, просто потому, что ему нравится этот продукт, он делился впечатлениями со своими коллегами из других университетов, в другой университет, просто посылал нам запрос, скажите, сколько это стоит, дайте мне попробовать и так далее. Отчасти, чем мы взяли это интерфейсом? Зеленая кнопка была? Не совсем зеленая кнопка. На самом деле, вот в университетах очень сильное сопротивление новым технологиям. И это вот как раз немножко идет к тому, что нужно понимать особенности своего клиента. И мы понимали, что в университетах очень преподаватели не хотят изучать что-то новое. Это как бы для них изначально дополнительная работа. Пусть это в будущем, когда они научатся этим пользоваться, это им сэкономит очень времени, но изначально для них это дополнительная работа, за которую они не платят, которая просто свалилась им на голову и забирает на них свободное время. Любой продукт новый. Поэтому что мы сделали? Мы пошли по пути минимального обучения преподавателя. То есть им ничего не нужно учить. Как мы это сделали? Мы скопировали Blackboard. То есть вот Blackboard интерфейс. И мы взяли их интерфейс и перенесли в наш продукт. Все абсолютно легально, потому что мы были членами Blackboard Developer Network, то есть компаний, разрабатывающих applications, которые работают под Blackboard. Я думаю, никто не в курсе. Я уже понял примерно, в чем. Окей, да, да, это моя ошибка. Blackboard. Blackboard – это система онлайн-образования. Которая уже используется, видимо, в университетах. Которая использовалась в университетах, на то время использовалась в наиболее прогрессивных университетах, сейчас используется, наверное, в половине университетов в Штатах, если не больше. И они же вас купили. Они же впоследствии нас купили, да. Но началось все с того, что мы сделали интерфейс нашего продукта, просто очень похожий на Blackboard. И поэтому преподавателям университетов, которые использовали эту систему, ничего нового учить не приходилось. Они сразу садились, начинали пользоваться. Они не звонили в support, они не жаловались, они не требовали каких-то дополнительных уроков от своих админов. Админы были счастливы, админ рекомендовали для друзей. А письма кому-нибудь приходили от юристов Blackboard? Не-не, я же объяснил, что мы были их партнером, и, соответственно, наоборот, они предоставляли нам все интерфейсные библиотеки, все, то есть, как бы, наоборот, они хотели, чтобы наш продукт был похож на их продукт и максимально с ними интегрировался. Просто на тот момент, как бы, все, кто с ними интегрировался, они интегрировались как на уровне просто single sign-on. То есть, ты переходишь из их продуктов в продукт партнера, и, в принципе, интерфейс меняется. А мы пошли по пути полной интеграции, то есть, ты даже не замечаешь, когда ты переходишь из одного продукта в другой. И, соответственно, это просто выстрелило. Это вот админ это любили, потому что, ну, никому не нужно было учить. Ну, потому что админа, как бы, к админу и обращаются с вопросом. Да, да, обращаются. Возвращаясь к тому вопросу, зачем мы это сделали, почему мы продали технологию Blackboard, да, то есть, одна из причин была в том, что нам было интересно посмотреть масштаб. Потому что, то есть, мы строили компанию сами, мы не брали внешних денег, и все было достаточно, как бы, не быстро вначале, да, но потом, когда мы понимали, что мы продаем, там, как бы, университетом уже большим, да, то есть, нам стало интересно, что дальше, да, то есть, грубо говоря, что может быть в следующем шаге. И пути было два, либо строить уже, как бы, масштабировать компанию самим, либо, грубо говоря, присоединиться к кому-то уже, кто лидер рынка, да, и посмотреть, как это работает изнутри. Соответственно, мы пошли по второму пути, да, и, как бы, буквально на несколько месяцев, да, мы получили, по сути, доступ к сотням, ну, не сотням тысяч, миллионам, наверное, даже студентов. Насколько было у Blackboard на тот момент? У Blackboard на тот момент было порядка 10 миллионов пользователей. 10 миллионов пользователей нашего продукта. Это было круто, это было интересно попробовать, это было, ну, просто достаточно ново для нас. Вот, соответственно, для нас, вот, собственно, доступ к масштабу был важен и интересен. То есть, потому что, чтобы понять, что мы сделали что-то, что нужно 10 миллионам человек, это круто. Это тут образовалось. Смотри, значит, сейчас, еще раз история. В 2007-м вас купили, да? Да. В 2009-м началась Граммарный. Да. Вы два года провели с Blackboard или просто, там, в круизах по всему миру? Не с Blackboard, а с Blackboard. С Blackboard, да. С Blackboard. Какая сумма? Мы не говорим о сумме, то есть, сумма, относительно... Вы имеем право говорить о сумме? Да, мы не имеем право, собственно, говорить о сумме. Blackboard на тот момент была публичной компанией, вот это был их выбор, собственно, не объявлять сумму, собственно. Они не обязаны им там учить? Ну, вот у любой публичной компании есть определенная сумма, ниже которой, зависит от капитализации компании. То есть, вот, допустим, у Гугла сейчас меньше 70 миллионов, они никому ничего не должны... Это так, токерчейнж. А дальше они, естественно, должны уже в своих годовых отчетах говорить о сумме. Так вы эти два года провели с Blackboard или как? Или ничем не занимались? Мы, на самом деле, покупка нас с Blackboard включала некоторый контракт, который... Набор услуг, который наша команда должна была предоставить Blackboard по интеграции, более глубокой интеграции нашего продукта в их продукт, плюс по передаче знаний, по передаче технологий и так далее. То есть... То есть... Был локин, да? То есть, внимание, это будет... Да, был локин. Локин был отдельно для меня и отдельно для команды. То есть, команда была локт ин на год, чуть больше, чем на год. Я был локт ин на два года. Ну и все это было закреплено определенными выплатами, плюс возможностью Blackboard, как бы, если мы не доработаем, предъявить петензии и как бы... Вернуть даже часть суммы, которая была выплачена раньше. То есть, контракт был довольно жесткий, но мы пошли на это изначально, потому что объективная компания, которая, когда мы ее продавали, она была не заточена под продажу. То есть, мы вели бизнес так, как нам удобно было. То есть, мы там не заморачивались многими... То есть, у него был потенциал, но он был не раскрыт, потому что технологий продаж не было. Ну, я не совсем это имею в виду. Я имею в виду то, что... Как бы для Blackboard, да, perceived риск покупки подобной компании был довольно высок, потому что компания находится и в Канаде, и в Украине, а Blackboard находится в Америке. То есть, как бы, международная сделка, плюс не все подробно документировано, потому что мы, как бы, ну, мы развивались довольно быстро и просто не отвлекались на подобные вещи. А для больших компаний это важно и так далее. Поэтому мы пошли на контракт, который позволил нас lock-in так надолго. Ну, это был еще урок в плане того, что, то есть, это урок, который, вернее, ошибка, которую многие стартапы делают. То есть, у любого стартапа задача двигаться быстро, да, там, не задумываться о всем, как бы, этом мусоре, который нужно якобы создавать. Там, записывать, там, intellectual property, да, там, не знаю, все документировать правильно, собирать все бумажки в одно место, собирать все контракты со всеми работниками, да. То есть, соответственно, стартапы просто берут, там, ходят и делают, собственно, продукт, который нужен людям, что, в принципе, правильно. Соответственно, когда, если этот стартап вырастает или вырастает для какого-то масштаба, который интересен, скажем, там, Гуглу, чтобы его купить, вот, и смотрят на, собственно, документирование всех, да, по большому счету. И очень часто видят, там, полный хаос, да, это то, что было у нас, то, что Максим говорит, да, то есть, мы, в принципе, не задумывались об этом, потому что мы сначала выживали, потом быстро росли, вот, и потом, когда мы столкнулись с процессом дюдела, да, то есть, мы поняли, что нам нужно реально, то есть, нагонять, наводить порядок в том, что у нас уже есть. Ну, и у нас был выбор, либо нанять кучу консультантов, адвокатов и так далее, которые бы нам это все почесали, привели в порядок и потом продаваться, либо продаться сразу, но с условием, что вот мы обещаем, что все будет работать так, как мы сказали, так, как мы говорим, вот, и вот, как бы, финансовая гарантия этого. Мы выбрали второй путь, потому что нам тогда казалось, что это будет быстрее и, в принципе, проще. То есть, мы не хотели связываться с, опять же, огромным количеством адвокатов, консультантов и так далее, потому что, ну, как бы, это не то, от чего волонка. Да. Окей. И вот был 2009 год, собственно, когда мы начали грант. То есть, по контракту Макс, как CEO, должен был отработать два года в Blackboard. Буквально день в день, когда закончился его контракт, он спаковал вещи и уехал из Вашингтона, где находится главный офис в Blackboard. Вот, приехал в Торонто и, собственно, тогда же мы начали граммар. А зачем? Первый вопрос у меня. Зачем вам граммар? А зачем вы его начали? В смысле? Ну, можно было не начать приехать в Торонто, я не знаю, купить домик. Нет, ну, в этом же месте, правильно. То есть, это не в деньгах счастье, но в счастье, там, не знаю, для нас это делать красивые вещи, классные продукты, которыми пользуются миллионы людей в мире. Ну, я как бы, ну, я как бы немножко троллю, да, то есть, этот вопрос, ну, да, никакой, термин, талантный. Расскажите мне, почему, ну, был какой-то процесс выбора идеи, да, или вы там, то есть, вы как-то обсуждали, типа, ну, вот, можно заняться, там, мобайл, можно заняться, там, интернет, можно заняться образованием, можно... Ну, область была очевидна. Область была очевидна, потому что... Или вы просто продолжали копать в ту тему, в которой вы были до этого? Мы неплохо разбирались в образовании, в целом, в рынке образования, и, собственно, Макс, поработав в Блайбурде два года, он тоже достаточно неплохо, еще глубже копнул, по сути, в то, что нужно университетам, с точки зрения, как бы, не студент, ну, в плане, как бы, не B2C рынка, а B2B, да, то есть, чем живут, чем живут университет в плане технологий, да, вот, и наша изначальная идея, собственно, вот того, что сейчас Grammarly, была, собственно, такая же технология, которая учит людей языку, алгоритмически, то есть, автоматически, а не... Ну, не языку, письмо. Ну, да, письмо, вот, которое продавалось, то есть, бизнес-модель была другая, бизнес-модель была B2B, то есть, мы продавали, опять же, лицензии университета. То есть, начальная идея Гром. Да, да, и мы запустились по другим названиям, продукт назывался Sentence Works, вот, и порядка, наверное, сколько, около, наверное, месяцев 6-10 мы били в эту точку, то есть, мы пытались сделать, опять же, этот, мы сделали, там, MVP, то есть, у нас был продукт, который работал и нравился пилотным клиентам, вот, но мы все равно хотели себе доказать то, что есть, есть рынок спрос, достаточно интересный размер этого рынка, именно в B2B-сегменте. В B2C, ты имеешь в виду? Нет, сначала в B2B, то есть, сначала продавали университетом. Мы съездили, опять же, на конференции, мы говорили, там, с большим количеством людей, и мы увидели, что этот интерес есть, и университеты готовы за это платить для студентов, вот, но мы, опять же, столкнулись с тем, что Enterprise, в целом, это достаточно медленный цикл принятия решений, вот, и в это же время, примерно, то есть, пока мы пытались получить validation, в B2B бизнес-модели, да, мы, как бы, искали, то есть, куда можно еще применить технологию, которую мы сделали, то есть, на вот этот классный алгоритм, который проверяет текст, находят грамматические ошибки в нем, вот, и буквально, вот, просто экспериментально мы начали играться с B2C, вот, мы сделали несколько тестов, мы поняли, что люди понимают, что это такое, и готовы за это платить сами, и в достаточно хороших объемах, чтобы на определенном этапе это стало нашей приоритетной бизнес-моделью, то есть, до конца 2009 года мы практически полностью деприоритизировали B2B, вот, и стали консюмер-компанией, то есть, мы сделали новый бренд, собственно, тогда родился Grammarly, и мы начали, собственно, вот, постепенно-постепенно растить тот продукт, который есть сегодня. На самом деле, рождение Grammarly тоже проходило в два этапа, потому что сначала мы увидели, что есть B2C-рынок, то есть, есть консюмер-рынок, но мы его увидели среди студентов. То есть, мы продаем университеты напрямую. Вы рассчитывали, что в вашей аудитории�� будут студенты отодействовать? Да, да. Мы продавали университеты напрямую, университеты покупали, мы увидели, что часто университеты занимают, там, год-два, чтобы принять решение. Студент принимает решение, просто мгновенно на месте, лучше продавать напрямую студентам. Начали продавать продукт студентам, пошёл довольно оптиszy mó 8 кретос, но потом мы провели очень интересный эксперимент, мы начали смотреть на email-домены наших клиентов. Просто вот Да, просто, как это называется, summary по домену. И мы увидели адвокатские компании, банки, публикации, газеты, блоги. Это не студенты, это профессионалы. Они пишут, потому что это их работа. И мы тогда уже сделали вторую итерацию Grammarly, которая была ориентирована на широкий рынок, а не только на студентов. Прикольно. Это, в принципе, тема повторяется постоянно. Вот в последнем профит-шоу с Русланом Сининским, G-ластик. То же самое. Он рассказывал о том, что у них была одна технология, и после столкновения с реальностью... Технология, в принципе, там, может быть, не осталась, не сильно поменялась, но рынок и пользователи менялись очень сильно. На самом деле очень правильный процесс, потому что, когда ты делаешь что-то очень новое, пока ты его не покажешь, трудно понять, кому оно нужно. То есть, там, surveys, interviews, фокус-группы, это все может примерно дать идею, но это далеко не то. То есть, нужен прототип или работающий продукт, и нужно предлагать его как можно большему количеству людей, смотреть, что они будут с ним делать. И те люди, которые будут с ним делать больше всего, и те люди, которые будут больше всего им дорожить, вот в этом направлении двигаться. Окей, а можете, ну, раз уже мы так начали, на мета-уровень переходить, можете еще поделиться какими-то, не знаю, уроками, ну, в плане какие-то ошибки, да, особенно болезненные, или, может быть, просто понимание каких-то вещей, которые пришло в процессе работы и над первым, там, стартапом, или, там, бизнесом, и над Grammarly, то есть, что-то такое, что хотелось бы, там, может быть, самому узнать лучше. Ну, вот наш первый урок – это, как бы, выпускать продукт нужно как можно скорее. То есть, вот, инстинкт разработчика – это еще не готово, еще не готово, там, я не готов показать этот продукт миллионам людей. Как бы, вот, я его покажу, они увидят, посмотрят, не понравятся, или больше никогда не придут, и все, мой шанс потерян. Это не так. То есть, мы долго думали, 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 как бы, откладывали выпуск, откладывали, 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 и потом, в конце концов, мы таки решились просто вот, просто для того, чтобы подкрепить себя морально, что вот, вот оно работает. Или, там, если оно не работает, возможно, понять, почему оно не работает. И это нам дало огромный толчок. Мы сразу поняли, на что смотрит пользователь, мы сразу поняли, что заставляет им пользоваться продуктом. То есть, мы получили огромное количество информации, которую мы из себя бы не выдавили никаким образом. То есть, вот, в принципе, это часто пишут в блогах, release early, но мы это научились, мы это поняли на своем опыте, и, в принципе, я даже, как бы, ну, немножко жалею, что мы не выпустили продукт еще раньше. То есть, еще более сырым, еще более минимальным, но еще раньше. Тогда бы мы просто сильнее бы выкладывались, потому что мы раньше получили бы вот этот вот фидбэк от пользователей, мы раньше получили бы уверенность в том, что вот это нужно. Окей. Не знаю, как продолжение этого, то есть, как бы, не бояться, если того, что ты веришь, просто это делать. Потому что, ну, как бы, со временем ты больше всего переживаешь, а не сделано. То есть, если ты, как бы, просто в определенные моменты считаешь, что вот просто время пришло, и там нужно делать тот продукт, который ты, как бы, ты веришь, ты считаешь, что вот он будет нужен миллионам людей, потому что нужно, не знаю, садиться, делать его в состоянии сделать, либо собирать команду, которая поможет тебе его сделать, и идти разговаривать с людьми, которыми будут потенциально пользоваться им, не знаю, с инвесторами, то есть, люди, которые тебе помогут твою мечту, собственно, превратить в реальность. Вот. И, ну, в нашем случае, то есть, мы на определенный момент решили, собственно, делать эту компанию, которая потом стала My Dropbox. Это было достаточно неочевидное решение. То есть, для двух ребят, которых чуть-чуть больше двадцати лет, пытаться что-либо продать, там, Стэнфорду, да, но это вот сейчас в ретроспективе, да, то есть, ну, сумасшедшее. То есть, как бы, ну, это не реально. То есть, мне бы сказал вот кто-то, что, не знаю, из Украины, да, там, люди, которые, там, не очень хорошо говорят на английском языке, да, будут пытаться продать Enterprise, продукт, там, университет Торонто, в котором я потом учился, но я сказал, ну, это невозможно, да. То есть, просто вот мы в это верили, мы считали, что это классный продукт, что хорошее время, что есть рынок, потому что мы были студентами, да, и мы понимали, что эта проблема есть. Мы просто взяли и сделали, и, ну, получилось, как получилось, но, тем не менее, то есть, это дало нам старт, собственно, наша первая компания. Вот, это, собственно, по первому продукту, не знаю, по граммору, но, я думаю, мы еще в процессе обучения. Здесь мы подходим более фундаментально к вещам сейчас, конечно, но там… Теперь у вас новые ошибки, правильно? Да, да. Да, да. Тебе новые ошибки, в принципе, тоже интересно. Вот, я думаю, Алексей раскроет эту тему лучше на нашей встрече по продакт, клубу продакт-менеджеров, которая завтра состоится, да? Которая была сегодня вечером. А, ну да. Прошу прощения за временное несоответствие. Но очень важно комбинировать интуицию и реальные данные. Как бы мы сначала действовали, когда у нас не было клиентской базы, мы действовали чисто на интуицию, потому что больше ничего нет. Новый продукт, новая сфера, примеров никаких нет. То есть, чисто делаешь, то makes sense. Делаешь, 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 работают. Иногда не работают. Потом, когда у нас появилось большое количество клиентов, мы стали тестировать. То есть, мы вносим изменения, мы смотрим, как это воспринимает рынок. Если хорошо воспринимает, двигаемся дальше в этом направлении, если плохо воспринимает, делаем что-то другое. Вот. И мы начали тестировать активно, но поняли, что тестирование само по себе, оно тоже не работает. Как бы интуиция, она работает, но не всегда. Тестирование тоже работает, но не всегда. А вот комбинация, то есть, когда ты видишь, что имеет смысл, что должно работать по твоему мнению, и делаешь несколько вещей в этом направлении, а не одну вещь, и сразу, как бы, если не работа, сразу уходишь. То есть, комбинировать интуицию и данные, извините, данные от рынка, это очень важно. То есть, нельзя сильно перегибать палку в одну или другую сторону. Окей. Окей. Ну, еще вот с Граммана, с первых дней, было важно зацепиться за какого-то платящего клиента. Я сейчас говорю о нашем пивоте в Граммане, в B2C. Понять ту персона, кто способен за это платить. Соответственно, если найти, зацепиться за определенное количество людей, которые, как минимум, дают какое-то cash flow в начале, это всегда отличное начало. То есть, любые ребята, которые будут смотреть эту передачу, думая о идее, всегда нужно подходить с точки зрения, кто есть тот первый человек, который даст мне за это деньги. Их не должно быть обязательно много с первого дня, потому что потом это все можно масштабировать. Но вот эта, собственно, Customer Development методология, она реально работает. То есть, когда мы начинали Граммана, еще не было там ни Customer Development, ни Лины особо в плане того, как подходить. Ну, практики-то были, просто не было. У нас была нужда, потому что мы, опять же, не совсем понимали и хотели искать внешние деньги, хотя уже могли, в принципе, искать деньги проще. Но, тем не менее, мы, по сути, много денег, больше, чем денег, которые мы, собственно, заработали из выхода, мы инвестировали в компанию новую. И, соответственно, у нас был там всего один шанс найти этих платящих пользователей, для того, чтобы потом масштабировать это. И, в нашем случае, это были студенты. То есть, люди там, особенно, это, естественно, сезонный бизнес, там есть пики. Но, все равно, особенно на пике, это достаточно интересный бизнес, потому что студенты готовы за это платить. Вот. И потом, то есть, зацепившись за вот этот маленький, как бы, не знаю, сегмент, который готов за это отдавать свои деньги, да, потом это можно масштабировать в другие, да, чтобы находить, там, стимулы, которые могут цеплять другие сегменты и, соответственно, развивать этот масштаб. То есть, начинаешь с малого и потом раскачиваешь, 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 раскачиваешь все шире и шире. То есть, на сегодняшний день Grammarly, наверное, чуть больше, наверное, 50%, да? Какая там последняя... Студенты? Да. Чуть меньше 50%. Уже даже меньше 50%. То есть, мы расширяем, 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 собственно, наш reach, да, как это сказать правильно. Вот. И наша большая задача, да, то есть, сделать продукт, который будет стоять на миллиарде компьютеров людей, которые учат английский язык или так или иначе с ним работают. Вот. Это достаточно большой рынок. Да, и вот Алексей использовал термин, как бы, понимать, зацепиться за клиентов, понимать персону и так далее. Я просто хотел немножко уточнить, что это значит, потому что все люди понимают это по-разному. И многие понимают это гораздо более так общее и высокоуровнево, чем это есть на самом деле. То есть, как это делали мы? Как это вот реально работает? Например, я завел телефон саппорта просто себе на телефон на стол. И когда звонили люди на саппорт, первые клиенты, буквально первые, я их спрашивал, кто они, почему они пользуются продуктом, что они с ним делают, что им нравится, что им не нравится. То есть, сначала решал, конечно, их проблему, чтобы они успокоились и как бы чувствовали себя расслабленно. А потом уже просто вот допытывался, пока там не бросит трубку, допытывался, кто они, зачем им это нужно, насколько оно им нравится, сколько они еще планируют этим пользоваться и так далее. То есть, вот буквально надо говорить с живыми людьми. И получаются такие истории, там была, например, женщина, которая занималась каким-то спортом или чем травмировала спину и пошла учиться, чтобы поменять профессию. И взрослый человек совершенно уже отвык писать сочинения для университета, и ей было очень тяжело. Вот очень тяжело, и ей нужно было поменять карьеру. И вот она купила грамму для того, чтобы пользоваться этим для своих сочинений. Это сразу нам дало идею, что вот есть учебное заведение, большое количество учебных заведений, которые просто перепрофилируют специалистов. И мы начали к ним обращаться. Огромный, огромный и очень хороший рынок оказался для нас, потому что действительно взрослые люди, которым там по 40-50 лет, которые идут переучиваться, они забыли уже, как писать сочинения. Они просто, уже грамматика у них в практике нет. Да, у них практика весьма просто уже атрофировалась, потому что студенты, которые только выпустились из школы, они пишут, как кажется, лучше. И там это огромная проблема, и эти университеты были очень хорошими клиентами, как индивидуальные пользователи из студентов этих университетов, так и университеты на уровне всего университета. То есть вот буквально один случай может дать, может открыть большой рынок. Окей. Хорошо. И еще, кстати, вопрос на эту тему. Раз уж вы вдвоем сегодня здесь, на профит-шоу, можете рассказать об отношениях вдвоем фаундера? То есть как вы разделяете задачи, как вы решаете, и как вы решаете какие-то конфликты или споры? То есть как вообще встроено отношение между вами? Мне кажется, мы до сих пор пытаемся понять, как мы делим национальную нашу... Нет. На самом деле, функциональное разделение... Мы долго к этому приходили, но потом пришли к тому, что просто делаем то, что лучше получается у кого, и ему больше нравится. То есть если вот мне нравится это, и оно у него лучше получается, я буду то делать. И таким образом мы как бы максимизируем во-первых пользу от нас двоих. То есть каждый делает то, что он делает лучше. Плюс мы максимизируем удовольствие от работы, потому что каждый делает то, что ему нравится. В принципе, мне кажется, это очень правильный подход. Насчет конфликтов. Изначально у нас была фаза, когда мы пытались друг друга переубедить во всем и быть на одной волне. Полностью, чтобы у нас мнение было всегда одинаково. Но потом мы это перерасли, мы поняли, что наоборот разное мнение это очень хорошо. Почему? Потому что когда у тебя одинаковое мнение, у тебя есть только одна идея. Когда у тебя разное мнение, у тебя есть две идеи, и одна из них будет всегда лучше, чем другая. То есть у тебя есть потенциал придумать что-то лучшее, чем что бы ты придумал, если бы все думали одинаково. Поэтому у нас сейчас, в принципе, как таковых конфликтов практически нет. Мы принимаем идею или мнение того человека, кто лучше информирован и лучше разбирается в этой сфере. Добавить только то лишь, что мы были друзьями, когда мы начинали компанию. Это уже давно в прошлом. Ну да. Нет, на самом деле, как раз нет. Именно важно тот человек, с которым ты, по сути, проводишь большую часть дня вместе, с которым ты переживаешь вместе, радуешься вместе. В первую очередь, это человеком продолжение тебя. То есть определенная гармония и какие-то положительные эмоции от нахождения вместе необходим. Просто если есть что-то или есть какие-то звоночки, грубо говоря, с ко-фаундером на самой ранней стадии, которая тебя раздражает. Это, ну вот, я видел много примеров. То есть люди, которые очень хорошо и очень гармонично смотрятся вместе, их очень хорошо пищают вместе. Да, что, на самом деле, если они, как бы, вот, если это раздражение даже на самом-самым-самым зародышем виде, да, то есть первая какая-то проблема, их будет много, очень много. Вот, оно увеличивается, увеличивается, как опухоль разрастается, и это всегда заканчивается большими проблемами. То есть в первую очередь нужно человека уважать, вот, пытаться научиться чему-то у него, да, потому что, то есть, вдруг дополняете каждый день чему-то учитесь. Вот, на самом деле, это достаточно нечасто, как бы, я видел такие вещи. То есть я видел как раз вот те успешные стартапы, которые я видел, они, ну, чаще всего это, там, два человека, да, и, ну, может, больше. И гармониями, например, и дополнение, как бы, друг друга, это, это очень важно. То есть люди просто, ну, то есть они, по сути, часто, не могут жить друг без друга, они представляют, как это возможно. То есть и вот это вот наиболее самые такие успешные связки, связки, которые я видел. Я не буду говорить о нас, так, да, но... Да, но еще очень важна эта вот личная динамика, когда у всех людей есть, как бы, спады и подъемы. И если ты работаешь в команде с кем-то, ну, то есть здесь работают два человека, то часто эти спады и подъемы не совпадают. Это очень хорошо, потому что, когда вот тебе все надоело или, там, просто устал, есть кто-то, кто может это подхватить или кто может просто тебя завести. Окей, я думаю, будем уже заканчивать. У меня еще последний есть, как бы, такой вопрос. Смотрите, сейчас, в принципе, там, в Украине, да, ну, там, вообще, там, знаешь, модная эта тема стартапов, да, там, постоянно какие-то происходят тусовки, какие-то, там, движения. Вот мы делаем Hackers & Founders, вот, 14 июля в Одессе и так далее. Там, там, уикенды, вы можете дать какой-то еще совет, не совет, там, местных украинских команд, или, там, российских, неважно. Да, особенно в том плане выхода на, там, или консюнерский интернет-рынок, да, ну, мировой, или, там, просто интерпрайз-рынок, но, опять, не, как бы, региональный, а американский. То есть, буквально, там, пару советов, там, последний день будет заканчивать. Не знаю, наверное, основной совет, который бы я дал, это пытаться решать реальные проблемы, да, то есть, мы всегда отталкивались от этого, то есть, мы видели проблему, которая, с которой сталкиваемся мы, вот, и, собственно, пытаемся найти решение, да, то есть, для этого нужно знать и чувствовать эту проблему. То есть, если ты не очень хорошо знаком с областью, да, то, перед тем, как начинать что-то, лучше в ней глубже разобраться, вот, потому что иначе это будет просто потраченное время. Это с точки зрения идеи, да, совет, который бы я дал. С точки зрения, уже, как бы, если есть идея, есть желание ее реализовывать, мне кажется, что формат, который бы я рекомендовал, и который тебе знаком, да, это инкубаторы, вот, и, собственно, люди, менторы, которые могут помочь с, скажем так, оттачивание этой идеи, вот, потому что, я понимаю, насколько я понимаю, в Украине появляются такие инкубаторы на сегодняшний день, они есть везде в Европе, они есть в Америке, вот, это очень хороший формат, то есть, нужно быть готовым к тому, чтобы уже оставаться с определенной, там, частью компании в процессе, но, как бы, то, что выходит в конце из этой кухни, да, то есть, это достаточно готовый к масштабированию, наверное, или, как минимум, к, не знаю, строительству фундамент. Вот, я считаю, это очень интересным форматом. То есть, если бы я сейчас, не знаю, был, там, в двадцатилетнем, да, с какой-то идеей, я бы, наверняка, по этому пути пошел. Ну, еще, что я хотел сказать с точки зрения продукта вообще, это не делать продукт для себя. Чаще всего, особенно, когда ты делаешь продукт на западный рынок, ты не являешься типичным представителем клиентской базы, то есть, ты не являешься... Персонал. Да, ты не являешься персоналом, то, что тебе нравится, то, что ты считаешь достаточно хорошим или недостаточно хорошим, может быть не таким для твоих клиентов. Поэтому не делать продукт, который нравится тебе или которым пользовался бы ты, а делать, понимать, что ты делаешь продукт, который должен нравиться твоей клиентской базе и которым пользуются бы они. И, соответственно, как можно лучше стараться их узнать и делать вот именно для них, как бы не попадаться в эту ловушку, думая, что вот мне это нравится, значит, должно нравиться всем. Но это очень важный момент. Интуиция здесь тоже важна. Здесь нужно сделать определенный процент интуиции, но на интуицию нужно накладывать тестирование и работу с этой... Интуиция, но с точки зрения клиентов, а не себя. Как-то так. Ладно. Мы будем заканчивать. Спасибо всем нашим зрителям. Если какие-то есть вопросы, пишите в комментариях. Спасибо вам еще раз за участие в программе. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok